Приветствую вас. Лучших решений здесь, конечно, в принципе, нет и быть не может, потому что любое решение будет иметь определенные последствия, в том числе последствия, ну, прямо скажем, не совсем позитивные, но будут иметь и позитивный результат в том числе. А смущает здесь больше другое, смущает то, что вы как будто бы боитесь вот принять решение, боитесь на себя это решение как бы взять, да, вот, а вместо этого хотите, чтобы за вас это решение взяли мы, вот, тут на самом деле крайне, ну, такой, на мой взгляд, это далеко не лучший вариант, потому что решение важно принимать все-таки вам и только вам и никому-никому больше. Если решение вы сами принимать не будете, то ситуация будет довольно негативно развиваться. У вас всегда будут в какой-то степени виноваты, у вас всегда будет неудовлетворенность, у вас в какой-то степени всегда будут определенные проблемы, ну определенная проблематика будет. И соответственно это может никогда не кончиться. То есть здесь почему-то вы считаете, что мы можем вам помочь. Здесь почему-то вы считаете, что мы можем за вас принять решение. И я бы конечно очень бы хотел, чтобы вы подумали бы для себя о том, почему вы так считаете. Почему вы считаете, что мы можем решение принять завал? Как мне кажется, что глобально здесь вы в какой-то степени отвергаете свои чувства, отрицаете их может быть, мне так кажется, вы не привыкли может быть доверять. Может быть вот такая проблематика имеет место быть у вас. Может быть ситуация как-то еще развивается, но правда заключается все же именно в этом. Это заключается в том, что вы как-то вот в отрыве от своих чувств находитесь, к сожалению. Соответственно, понять причина этого, причина того, почему вы находитесь в отрыве от своих чувств, крайне верно для нас с вами. Если мы хотим, чтобы ситуация для вас изменилась. Понятно, что если мы хотим немножко другого, да, то это уже от кого другой. Вам нужно научиться, как мне кажется. Вам нужно научиться слышать себя. Вам нужно научиться слышать свои чувства. И отдавать тебе все от того, что вы хотите в том числе, что вы хотите для, допустим, молодого человека своего, к примеру. Что вы хотите для себя. И так далее. Потому что, например, сейчас ситуация выглядит так, что у вас было достаточное количество ожиданий от молодого человека. Ожиданий, которые на данный момент, ну вот, по факту получается не сработало. Вот. То есть, это вот те ожидания, которые, ну, грубо говоря, не оправдались, вот, скажем так. А вот, почему они не оправдались? Да, вот, очень интересный, на мой взгляд, вопрос. Почему ваша ожидания не оправдалась? Вот. Возможно, потому что вы не хотели или боялись, или не могли брать на себя ответственность за них. Вот. Возможно, ситуация еще каким-то образом себя проявляла. В любом случае, нужно здесь разбираться. Нужно разбираться и смотреть, как вы, значит, к этому приходили. Ведь вы, я думаю, не будете спорить с тем, что у вас с молодым человеком есть какая-то история. У вас с молодым человеком есть какой-то вот такой, можно так выразиться, общий фундамент отношений. Вот. Вас что-то объединяет. Ну, страсть отличается от любви тем, что в любви люди принимают друг друга такими, как и они есть. А в страсти люди на это не способны. Страсти люди пытаются поменять другого человека. И еще возникает множество казусов, неприятных моментов и так далее, и так далее. Поэтому я рекомендую вам обратить внимание на то, чего вы хотите для себя, чего хотите для молодого человека. Так, если вы заинтересованы в личностном росте своего партнера, если вы хотите, чтобы ваш партнер развивался. Если вы хотите, чтобы он делал то, что ему нравится, если вы принимаете этот момент, то, что ему нравится. То, в таком случае, вы можете быть вместе, можете продолжать, как находиться в отношениях. Но, если вас что-то не устраивает, а вас, допустим, что-то не устраивает, то вы не мажете на этот компромисс между своими интересами и его. И, как мне кажется, связано это с тем, что вы, ну, в какой-то степени, оторваны от своих чувств опять же. И, как мне кажется, что-то не устраивает. Опираясь на то, что вы сказали, опираясь на то, что вы написали. Решение может принимать только вы. Больше решения принимать, ну, не может никто, только вы может предпринимать решение. А вот, помочь вам принять это решение мы можем помочь, если вы хотите, как хотите, конечно. Вот. Ну вот. Примерно так. Я думаю, можно вам ответить. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Надеюсь, что ситуация будет самым лучшим образом разрешена. Брауна. Класс. Усть здесь. ihraühl chessian. Продолжение следует...